всех каналах и продолжаем изучать продолжаем изучать тору именно ту часть стороны которая говорит о исправлении человеческих то есть мы говорили очень долго про благодарность про радость сейчас мы перешли на книга которая называется путь праведников и эта книга нам говорит обо всех остальных качествах которые есть у человека и как разобраться во всех остальных качествах и как их использовать как их использовать правильно тогда когда нужно в той мере в которой нужно значит мы мы сейчас будем этом разбираться это очень очень интересная и полезная тема потому что как нам говорит автор книги путь праведников книга часть всех достоинства которого никто не знает его имя скрыто уже более 500 лет изучают эту книгу и но он не назвал себя и мы сейчас поймем почему он не назвал себя мы поймем значит потому что первая глава первое качество которое мы будем говорить о котором он говорит книге называется врата гордости и начинает он с того что первые врата да как бы ворота почему называется ворота этап не знаю тогда было ну-ка я посмотрю сейчас цвет на иврит потому что я читаю с утра в переводе но мне интересно как будет на иврите шар шар это ворота да действительно ворота так раньше видно обозначали части части книги первая часть это ворота гордости начинает он с того что он говорит такую вещь это качество которое очень опасная которая очень опасная для человека и нужно его полностью полностью убрать там где она неуместно и сейчас мы узнаем где она уместно где она неуместно в каком размере она уместно в каком неуместно как он очень хорошая привел сравнение в предисловии что когда человек варит суп например да или какое-то делает блюдо до готовит еду то в принципе перед же это в хорошая приправа но все зависит от количества если ты этого перца насыпешь очень много то он испортит еду если ты его совсем не положишь будет не очень поэтому каждое качество когда она в правильном месте в правильной мере она является полезным если она не в правильном месте не в правильной мере она является вредным и гордость он с этого начал самая опасная вещь доверить это гава и он говорит так что гордость это та монета помните что книга написано около 500 лет назад тогда пользовались монетки были серебряные монетки медные монетки какие-то золотые монетки их меняли все время эти монетки как куда-то их прятали не было бумажных денег тогда то есть совсем все было по-другому 500 лет назад и он говорит что гордость это та монета которую великий царь благословен он которую бог вывел из обращения смотрите здесь написано на русском гордость на иврите гава но мы сейчас разберемся то есть в русском языке есть нюансы гордость гордыня вот сейчас мы разберемся как раз ирина задала такой вопрос интересный здесь написано в переводе гордость на иврите на иврите гава гава это от слова гава высокий можно сказать высокомерие может быть высокомерие тоже похоже корень значит почему именно бог сказал что гордость это плохое качество в книге дворим в пяти книжей в торе написано так что маша рабель но моисей говорит от имени всевышнего что остерегайтесь дабы не забыл ты всевышнего дабы не забыл ты всевышнего то есть гордец он может забыть всевышнего своего создателя и там дальше идет разъяснение что когда придешь ты в землю израиля маша рабель но обращается к народу израиля и говорит смотрите когда придешь ты в землю израиля и скот твой и овцы твои умножатся и серебро и золото умножатся и возвысится сердце твое не забудешь ты всевышнего и скажешь ты в сердце своем моя сила и мощь руки моей сделали мне это богатство но помни всевышнего ибо он дает тебе силу разбогатеть то есть здесь нам разъясняется почему маша рабель но предостерегать ты когда у человека все хорошо он момент думает что это он все сделал в этот момент у него про пробуждается гордость гордыня высокомерие типа я это все сделаю я то есть вот я крутой здесь да и он этот момент забывает что в мире есть хозяин создатель и даже то что у тебя рука сейчас шевелится и даже то что ты можешь сейчас видеть это все милости подарок всевышнего и поэтому гордец он забывает о создателе он думает что это он все это сделал теперь дальше написано в там же в книге дворим написано есть особое предостережение царю значит царю сказано дабы не возвысилось его сердце над братьями его то есть когда человек гордец да он думает что он хозяин в этом мире в этот момент он начинает властвовать над другими людьми угнетает других людей и это очень опасная ситуация то есть эта ситуация для человека очень опасная первое в первом случае он выступает против творца если он пытается властвовать над другими людьми то он выступает против других людей и он создает себе очень в жизни неправильную позицию ситуацию дальше он пишет гордость бывает друг двух видов бывает гордость своим телом и гордость своими деяниями степенями мудрости добрыми делами то есть есть человек гордиться своим телом а есть своими делами и своей мудростью значит теперь он говорит когда человек гордиться своим телом есть там два оттенка один плохой один хороший давайте узнаем где где плохой вид гордости своим телом значит если гордость преобладает человеческом сердце то он значит начинает гордиться своим телом я помню есть такая шутка что одна женщина приходит крови но говорит девушка говорит рыба вот я говорит смотрю на себя в зеркало говорю какая красавица к вообще вообще прекрасно это гордыня он говорит не не переживайте это заблуждение это просто глупость это не гордыня это глупость теперь значит здесь приводится что что плохая пример плохой гордости пророки ишаи написано что возгордились дочери циона то есть дочери сиона и ходят поднявши шею значит нога высокомерного написано про ага высокомерного рассказывается история про дочь рабе ханины бен де радиона был такой великим мудрец и когда она шла перед римскими вельможами услышала как они сказали как красиво поступь этой девушки и пошла наступая еще красивее значит и это была потом плохая окончание очень эта история ужасная гордость когда гордец заходит в дома где живут бедные люди говорит тут плохой запах воняет здесь значит очень плохо говорит гордость когда проявляется в одежде dou faze значит утения а все нас предостерегает эти написано ни ходите по законам народов и дал поклонников да и по их законам не ходите остерегайтесь за вы не попасться в сети идя за ними очень много было тогда народу израилю предостережет и чтобы они не ходили как одевались и дал поклонники чтобы понятно как одевалось и дал поклонники вы посмотрите книжки как одевались инки, ацтеки, вот эти вот мексиканцы, есть, прямо фотографий нету, но когда приехали конкистадоры в Южную Америку, то было много зарисовок, как одевались тогда вот эти вот ацтеки, инки, идолопоклонники, которые делали человеческие жертвоприношения. И индейцы вообще, вот просто вот эти индейцы, которых в Америке, значит, белые поселенцы, их как бы убрали, да, получают, но не убрали, как-то их потеснили, можно так сказать, купили у них землю. Так эти индейцы, многие их жалеют, но они резали, делали человеческие жертвоприношения, то есть они были очень дикие люди. И одевались они, соответственно, тут перья на голове, то есть они очень ярко одевались. Так говорится, Мошарабену сказал, не ходите за этими поклонниками, не одевайтесь, как они. Тора нас учит, что гордецы мерзость перед Всевышним. Мерзость перед Всевышним, каждый высокомерный. Это написано в притчах царя Соломона, 16 глава, 5 отрывок, что мерзость перед Богом всякий высокомерный. И он отдается во власть злого начала, нету с ними помощи Всевышнего. И даже если он только в сердце своем возвышается, то это тоже он мерзок перед Всевышним. То есть если он внешне скромно себя ведет, но в сердце он думает, что я лучше всех, я самый крутой и так далее, это похоже на то, что он как будто бы поклоняется идолам. Теперь давайте разберемся, почему это все так. Давайте еще раз разберемся. Что значит это гордость или гордыня или высокомерие? Вот живет человек, да? Он живет, значит, и он все время как бы думает о себе. Один думает о себе, что я, например, самый умный, самый красивый, самый такой, самый-самый, да? Значит, и что? Написано, что мерзость перед Всевышним. Почему? Потому что в этот момент, когда он думает, я, а кто такой я вообще? Вот само слово вот это я. Кто ты, я? Я это набор мыслей о себе. То есть нет такого понятия, как я. Да, есть 80 килограмм мяса, это есть. Там из них 20 или 15 килограмм костей, тоже есть. Жирка немного есть, кишочки 15 метров, да. Значит, там 10, ну, в общем, что-то есть физическое. А я, кто это я? Я это мысли о себе. То есть я это набор мыслей, размышлений, в которых я думаю о себе. Вот я смотрю на свое отображение в зеркале, да? Смотрит человек на свое отображение в зеркале, видит какую-то картинку, да? У него как бы в мозге отпечатывается какая-то картинка. Один говорит, да, я красивый. Второй говорит, я некрасивый. Или бывает один и тот же говорит, я красивый, я некрасивый, в зависимости от настроения. Теперь, вот это вот я и все разговоры о себе, это некая виртуальная реальность, некая история, в которой живет человек. Теперь, в чем разница между подходом гордеца и подходом человека скромного? Гордец говорит, я есть. А скромный человек говорит, меня нет, есть Всевышний. Тора приводит в Талмуде размышления, кто был самый скромный из людей. И там приводится первый пример Давида Мэлла, царь Давид. Ну, царь Давид, представляете, он вошел в историю псалмы Давида, сколько про него написано, рассказано уже. Он жил 2800 лет назад, он жил. И про него знает весь мир, да, Давиды его именем называют, царские геннадости там говорят, вот мы от царя Давида, там, английская королева гордится этим. Теперь, что он про себя говорил в псалмах? Он говорил про себя так. Я, говорит, тола велоиш. Я, говорит, червяк, а не человек. Так он обращался к Всевышнему. Ходил босиком. Все время, вот почитайте псалмы, он все время был в поиске, где он еще может выше подняться в ступенях служения Всевышнему. Он говорил, я червяк и не человек. Тому, говорит, не Машер Абрам, про отец Авраам, который авраамические религии, там весь мир вообще просто, ну, последователи его учения, да, весь мир. Это называется три религии, которые есть, христианство, мусульманство и иудаизм. Это называются не авраамические религии. Все они признают, что первый, кто соединился с Богом, был Авраам. Что Авраам про себя говорил? Он, мы знаем, когда он увидел трех арабов, путников, которые потом оказались ангелами, он побежал, он им прислуживал, стоял, накрывал на стол и так далее. Теперь он, когда Богу, есть его интересный разговор с Богом, и он говорит Богу, что кто я, говорит, чтобы с тобой разговаривать? Я прах и пепел. Ма-ани, афар-ве-эфер. Он говорит, они, это я слово, что я, он говорит. Ма-да-же, что я? Я прах и пепел. Теперь Талмун говорит, нет, это еще все равно там что-то есть. Прах и пепел, это если выжечь из человека всю воду, то остается горское пепло. Вот это вот он говорит, что кто я, он говорит вообще. Что, о чем я говорю, меня вообще нет. Я прах и пепел. Талмун говорит, нет, самый скромный был Машар-а-бену. Значит, Машар-а-бену Моисей, который вылил вести народ, шел к фараону, делал десять казней, море перед ним раступилось. Ну, то есть, он был вообще просто величайший из величайших пророков, да. Бог прямо через него говорил. Приходит к нему народ Израиля и говорит, что ты нас вывел туда, воды нет, того нету. Он говорит, а меня тоже нету. Вы вообще с кем разговариваете? Меня нет, это не я вас вывел, это Всевышний. Что, он говорит, где я, говорит? Вы нахну мал, он говорит, нас нету. Он говорит, что, на кого вы возмущаетесь? На меня я просто, меня нету, меня вот просто зеркало нету. То есть, вот это самый скромный. Теперь мы понимаем, что такое гордец и что такое гаова, вот эта вот гордость. То есть, иллюзорное, вообще, это сумасшествие. Потому что, действительно, я человека, это некая иллюзорная история, которая, когда он спит, она, эта история, просто исчезает. Просто ее нету. Лежит, ворочается там 7-8 часов, лежит какая-то такая кукла механическая. Потом она просыпается, и внутри все время какой-то идет разговор. И этот разговор, человек же не может его остановить. Если он попытается управлять своим мышлением, он не может. То он заснуть не может, то он проснуться не может, то он сосредоточиться не может, то он то не может. А что ж ты можешь тогда? Если ты даже разговор свой внутренний остановить не можешь, когда хочешь заснуть, чем же ты гордишься тогда? То есть, получается, есть внутренний вот этот вот диалог, рассказ, который вообще даже человек им не управляет. Чем ему гордиться? Получается, гордец, он живет в некой иллюзорной реальности, из которой он выпихивает настоящего хозяина мироздания Всевышнего. И поэтому это мерзость для Всевышнего. Теперь, к чему ведет эта, как сказать, психологическая особенность? Я бы назвал так. Гордость – это некая психологическая особенность, думая о себе, думая о себе, что ты лучше, чем кто-то. Точно так же есть другая психологическая особенность – думать о себе, что ты хуже, чем кто-то. Но гордость, к чему она ведет? Почему Тора говорит, что это монета, которую надо вывести из обращения? Гордость ведет к погоне за почестями, к желанию властвовать над людьми. А к чему ведет это? Ты знаешь, что произошло с Корохом и его сообщниками, которые восстали против Маши Робейну, начались конфликты, скандалы. В итоге Корох и его все сообщники, они погибли. Но все это началось из-за гордости Короха, который посчитал, что ему не додали. То есть позиция «я выше других», а высокомерие, оно человеку дает очень много страданий. Потому что то, как он оценивает себя, может не совпадать с тем, как другие люди оценивают его. И может совершенно не совпадать с тем, что Всевышний ему приготовил в этом мире. Но так как он считает, что он умнее Всевышнего, умнее других людей, что он лучше знает, как лучше, то он все время попадает в ситуацию, когда ему недодали, недооценили, недо-недо-недо-недо-недо, и он даже сам на себя смотрит и говорит «нет», не соответствуя своему высокому статусу. Помните, это была сказка про золотую рыбку, когда пришел этот дедушка, от которого эта старуха, которая получала все и получала от золотой рыбки, и потом последняя была встреча с золотой рыбкой, он ей говорит, старик, не обессудь, говорит золотая рыбка, но бабка моя совсем, говорит, с ума сошла. Не хочет она быть теперь уже столбовой дворянкой, у нее уже дворец был, все, а хочет она быть владычицей морской, то есть она хочет быть рыбкой вместо тебя. Посмотрела на него рыбка, горько вздохнула, хвостиком махнула и уплыла. И вернулся этот старик, и увидел опять свою эту старуху, которая сидит у разбитого корыта. И вот это вот путь любого гордеца, который все время он загоняет, загоняет, загоняет. Мало, мало, я выше, я выше, мне не хватает. И в итоге ссоры, раздоры, зависть, ненависть. Дальше он пишет. «Каждый, украшающий себя, свое тело, чтобы гордиться этим, забывает Всевышнего, благословен он, не соблюдает заповеди и за добрыми делами не погонится, ибо все его помыслы и намерения о себе. Украсить он хочет свое тленное тело, чей конец гниль и черви. Тот, кто украшает свое тело, близок к разврату, ибо он, ну, то есть он хочет там понравиться, а это все ведет к плохому концу. Очень много сейчас есть случаев, когда люди, которые сильно-сильно себя украшали, потом выпил, потом то, потом все, потом это для меня уже недостойный спутник жизни, вот этот будет лучше, этот будет лучше. В итоге сейчас 60% браков заканчиваются разводами, люди несчастные, потом ищут опять за кого выйти замуж, жениться, и все это последствия вот этой гордости. Также гордость, чем она еще плоха, она приводит к страсти. Сердце гордится алчно, и он желает всего. Мне не додали, мне не хватает, мне нужно больше, больше». Знаете, как особенно в последнее время очень было модно, ну, эту моду ввели как раз осознанно продавцы-маркетологи, «Надо быть амбициозным, надо стремиться, давай». Шараш – это новый вид рабства, только человек попадает в рабство своим амбициям и своей гордостью. То есть его загоняют в историю, говорят, «Посмотри на рекламу и посмотри на себя. Кто ты? Ты никто». Говорит ему, каждая реклама ему говорит, «Ты никто». Вот давай, ты должен быть амбициозным, стремись, ты должен быть как Сутерберг, как там Маск, как… А Маск, он на наркотиках, ему плохо, он вообще сумасшедший. Но молодежь вся, она, она вся гонится за вот этими пустыми амбициями, да, которые «давай, давай». И это новый вид рабства. Только человека загоняют в рабство, теперь ему подвешивают вот такую вот морковочку на палке в виде амбиции. И он, значит, «А как ты это можешь получить?» «Давай работай, всё, работай, день и ночь, работай, работай, работай». Хотя уровень комфорта сейчас выше, чем за всю историю в миллионы раз. Но людям всё мало. То есть возьми человека, который жил 500 лет назад, скажи ему, смотри, мы тебе даём, во-первых, продолжительная жизнь в два раза больше, во-вторых, медицина, ты не будешь болеть до 80 лет, в-третьих, у тебя будет отапливаемое помещение со светом, когда ты хочешь, включай, выключай, одежда, у тебя будет целый шкаф одежды, и у тебя будет не ослик, которого надо кормить, и у тебя будет не кобыла, которую там надо тоже кормить, поить, всё время за ней ухаживать, а у тебя будет машина. Просто она стоит, ты зашёл, повернул ключик и поехал. Что скажет этот человек? Он скажет, вообще, это рай, вы мне описываете какую-то мадью, такого не может быть. Но сейчас человеку скажи, ну вот у тебя это есть, и что он скажет? Мало, мало, мне не надо одна комната, мне нужна дворец, мне дворец не нужен уже, мне нужна, ну и дальше идёт история. Всё это последствия гордости и гордыни. Теперь он говорит, ну что, есть другое, значит, человек сейчас всё это послушал, 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 думает, действительно, значит, дураков мы отключаем сразу, таких как Павел. Павел, да, Павел. Есть люди глупые, которые не понимают, но они настолько высокомерные, что они думают, что свою глупость надо проявлять. И когда они проявляют свою глупость, это тоже одна из причин гордости, одна из последствий гордости. Когда человек, он настолько высокомерный, что он другим людям говорит о том, что они там что-то не понимают, пришёл на урок человек, да, сиди, послушай, не нравится, уйди. Если он начинает осуждать урок и тех людей, которые пришли его послушать, значит, что он заблокирован. Но в другой ситуации гордость его приведёт к тому, что ему ещё и голову отобьют, потому что человек высокомерный и гордец, он, проявляя свою высокомерие и гордость, рано или поздно натыкается на такого же высокомерного и гордого на дороге, где-нибудь в тёмном переулке и, значит, плохо заканчивает. Теперь, но есть люди, которые пошли в обратную сторону, он пишет, в обратную сторону прямо перегнули палку, и они говорят, ну да, действительно, и они надевают грубую одежду, перестают там мыться, перестают есть еду, вообще вот становится, был такой назир, назир это он переставал стричься, то есть отказываются от всех вообще благ этого мира. Он говорит, это тоже неправильно, это неправильно, а правильно, как сказал царь Самон в седьмой главе Экклезиаста, Коэлита Аста, Коэлита, он сказал, отец Эди Карбе, не будь слишком правильным, не будь слишком умным, не умничай, зачем тебе быть опустошённым, зачем тебе быть опустошённым и одиноким, это слово можно перевести «одинокий и опустошённый», значит, человек, который слишком загоняет себя в высокомерие, он этим самым вредит себе, человек, который слишком опускается и считает, что меня нет, это тоже вредит себе, но какой прямой путь для человека? И он говорит, прямой путь для человека, быть чистым во всех своих, чистота – это путь к добрым делам. Каким образом? Оденет он одежду не очень дорогую, красивую, но не такую, на которую он делает внимание, да? Не слишком бедную, но и не слишком яркую, богатую, чистую, обязательно она должна быть чистая, без пятен, нерванная. Теперь еда. Еда должна быть тоже чистая, не какие-то царские деликатесы, но и никогда, чтобы человек не ел из грязной посуды, потому что в Торе тоже есть запрет, не делайте самих себя отвратительными. То есть, его как бы вывод такой, да, что главное, к чему следует стремиться относительно тела и одежды в своих внешних проявлений, это чистота. Чистота, и, значит, приводит он, все будет пусть чистым, его стол, постель пусть будут чистыми, все его дела пусть будут чистыми и не запачканными. И дальше он приводит пример, как был такой великий праведник Гилель, который, он прощался с учениками, и они спросили его, куда ты идешь? Он ответил, я иду исполнять заповедь. Спросили его, какую заповедь? Он говорит, иду мыться в бане. Они говорят, разве же это заповедь? Он говорит, конечно, это тело, это как храм, за которым я должен следить, мне Всевышний дал это тело, я должен за ним ухаживать, следить, чтобы оно было чистое. И написано, что в Мишле тоже, 16 глава, все, что Всевышний сотворил, прославляет имя Творца. В общем, в итоге он нам говорит такую вещь, что главное, что сохранить тебя от гордости, это, чтобы все твои намерения и все твои устремления были во имя Небес, чтобы все твои дела пусть будут во имя Небес, и чтобы ты все время думал о том, что главное, что ты сам проявление Всевышнего. С одной стороны, представьте, вот если взять это гордость или не гордость, да, человек думает, кто я? Ну, кто я? Ну, кто я? Я часть Всевышнего, просто я проявление Всевышнего, меня нет. То есть, с одной стороны, это самый высокий статус, который только можно представить себе, да, я Божественная Душа, то есть, я проявление Бога, Творца Мироздания. То есть, но я, как я, как вот этот вот виртуальный набор идей, этот мир пришел для того, чтобы пройдя жизненный путь и сделать определенный набор действий, заповедей, улучшить этот мир, принести другим людям много пользы какой-то, да, человек, например, он делает у него бизнес. Можно смотреть на это, ну, какой я умный. Можно сказать, как Всевышний меня любит, что я помогаю людям, я приношу им хорошие вещи. А, значит, Александра Алексеевна, она задает вопрос, потому что у меня три камеры, Александра Алексеевна. У меня три камеры. Есть камера, вот вы смотрите в Фейсбуке, а есть еще Телеграм, есть еще Ютуб, три камеры. Такие люди есть, прям вообще, вот прям не посмотрели на нее, она прям возмущается, Александра Алексеевна. Почему в камеру не смотришь? Такая, вот люди есть какие, да, так прям удивительно, какие люди есть. Ну, ну, просто вот такая Александра Алексеевна, на ты говорит, да. Хорошо. Теперь, в итоге, все, мы сегодня заканчиваем этот сегодняшний урок. гордец видит во всем свою собственную заслугу, и он не трудится над тем, чтобы познавать учения Всевышнего, что и как нужно делать, как правильно поступать. Он выполняет свои желания, они выполняют волю Всевышнего, и гордец радуется неудачей других, их малому знанию, старается получить почести для себя, показывая, что он лучше других. И в этом случае, даже если он делает добрые дела, даже если он делает абсолютно правильные вещи, но при этом он хвалится ими, чтобы получить почести, он похож на перестоявшее на огне изысканное блюдо, приправленное всякими приправами. Таков гордец, который хвалится добрыми делами, и своей похвальбой он сжигает и делает плохо пахнущими свои добрые дела. Все, нельзя хвалиться мудростью, все, слава Богу, вся слава Всевышнему. Хорошо, значит, завтра мы продолжим про гордость. На сегодня мы закончили, половину главы мы только прошли. Я подумал, что было бы хорошо и правильно все-таки не оставлять главное, то, что за последнее время большую, самую большую радость мне принесло изучение книги «Врата благодарностей» и «Уроки про счастье». Я подумал, что нельзя это оставлять. То есть, человек, который тренировался и потом перестал тренироваться, тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожая. Поэтому я решил, чтобы мы не оставляли то, что мы уже достигли. Мы последние больше, чем полгода изучали тему счастья, благодарность, радость. И все, кто ходили на эти уроки постоянно и практиковали, достигли очень высокого уровня внутреннего счастья. Значит, чтобы этот уровень не потерять, я решил в конце урока еще раз пройти вот эту книгу «Хэппинес», которую мы проходили. Тут коротенькие уроки значит про счастье. Поэтому я все-таки про гордыню мы закончили на сегодня и чуть-чуть про счастье. Значит, здесь он говорит такую вещь, что человек, который желает другим счастья и радости, каждый раз, когда он желает другому человеку счастья и радости, он соединяется с этим состоянием. И здесь он приводит первый случай, когда он шел, он очень красиво пишет прям конкретные случаи жизни. Он говорит, когда я шел заключать контракт на эту книгу в издательство, сидел на улице бедный. Я ему дал ему дзаку, дал ему милостыню, дал ему денежку, и этот бедный мне пожелал следующую вещь, чтобы ты улыбался и смеялся весь год, сказал он мне. И когда он мне это пожелал, я почувствовал, он говорит, такой радость и счастье, и в этот момент я осознал сильное пожелание. Когда ты распространяешь и другим людям даешь счастье, то в этот момент ты сам становишься счастливым. И он заканчивает тогда первую главу вот этой книги, которая называется Wish People Joy, Желай людям радость. Он говорит, так, когда ты закончишь читать эту книгу, эту книгу я начал читать где-то год назад, полтора года назад, закончил, потом были другие книги. Но он говорит, когда ты закончишь читать эту книгу, перечитай этот раздел. Надеюсь, что твоя аттитюд, твоя позиция будет, что мой выросший уровень счастья столько сделал для меня, что я хочу помогать другим поднять их уровень счастья. Это действительно то, что со мной произошло, что когда я, у меня был очень такой тяжелый период, непонятно, было, война, умер отец. И вот в этот момент у меня было очень-очень тяжелое эмоциональное состояние. Я как раз начал глубоко изучать тему счастья. И это была одна из первых книг, которые я тогда пошел, нашел, купил, начал изучать. И действительно мне она подняла на первый уровень. Потом второй, третий. То есть я очень, два года уже почти занимаюсь изучением счастья. Счастья, позитивное мышление, позитивная психология. И могу сказать, что действительно мой уровень счастья вырос. 99% времени я нахожусь в состоянии внутреннего счастья. Спасибо Всевышнему, слава Богу. Спасибо всем авторам книг, которые мы изучили. Спасибо вам, кто присутствовал на уроках. Это меня очень дисциплинировало, что я все время, каждый день должен был готовиться к уроку. И это мне не давало возможности даже день пропустить в изучении этой темы. И сейчас я очень создал Академию счастья, слава Богу. И мы очень сильно делимся этим счастьем с людьми. Это действительно очень важная вещь. Чем больше ты желаешь другим счастья, тем более у тебя есть это счастье. Поэтому я всем желаю, всем участникам урока ВАИКРА, всем друзьям ВАИКРА, всем хорошим, добрым людям счастья, радости, благополучия, здоровья. И чтобы главное, чтобы была связь со Всевышним источником всего хорошего в этом мироздании. Всем удачи, успехов, с Божьей помощью встречаемся завтра, продолжаем изучать качество характера, каким и пользоваться, каким и нет, и будем дальше изучать happiness. I wish you happiness and joy. Все, всем удачи, успехов, до завтра.